Всем привет! Когда производитель уверяет, что его смартфон просто космос, это очень хочется проверить. Конечно, все постоянно говорят о том, что это супер характеристики и за такие деньги вы не найдете ничего подобного у конкурентов. Но, тем не менее, не все включают название слова космос. Так поступила компания BQ, которая назвала свой новый смартфон BQ Space. И вот сегодня мы проверим, действительно ли он космос. В целом, характеристики смартфона на бумаге выглядят достаточно хорошо. Здесь 3 гигабайта оперативной памяти, Android 7.0, восьмиядерный процессор и прочие разные мелкие интересные вещи. Конечно, он оставляет несколько смешанные чувства, но для своей ценовой категории он вполне неплох. Ну, если в двух словах, то обзор выглядит так. Хотя сейчас расскажу поподробнее. Упакован он достаточно традиционную для BQ упаковку. Я видел несколько других смартфонов, и они были упакованы подобным образом. Я говорю про вот эту ответную часть, из которой достается основная коробка. Конечно, кому как, и, наверное, я скажу что-то не так, но лично для меня всегда было важно, как сделана коробка, в которой упакован смартфон или любой другой гаджет, аксессуар, девайс, неважно. Это говорит о том, как компания относится к мелочам. Если она вся кривая внутри или там все черти как лежит, то это уже немного отталкивает. Сам телефон выглядит неплохо. Ничего нового в дизайне нет, но выглядит он все равно неплохо. Тем более, что действительно удивить дизайном сейчас могут буквально единицы смартфонов. Задняя стенка алюминиевая. Вот сверху и снизу находятся пластиковые вставки, под которыми спрятаны антенны. Сзади, конечно, камера, вспышка, надпись BQ и название модели. Спереди экран и есть светодиодный индикатор. И кнопка, в которую встроен сканер отпечатка пальцев. Как эта кнопка работает, я расскажу позже. Сверху разъем для наушников, снизу microUSB, справа находятся все кнопки, а с левой стороны расположен лоток для сим-карт. Сим-карт здесь две. Можно установить карту nanoSIM и карту microSIM, но вместо microSIM можно установить карту памяти microSD до 128 гигабайт. Еще возникает вопрос, почему на задней стенке боковые грани примыкают к ней как-то определенной ступенькой. На видео это не видно, но выглядит это так, что она плавно скругляется, потом получается небольшая ступенька и снова идет вниз. Может быть это сделано специально, может быть это дефекты подгонки, хотя дефектами подгонки это назвать сложно, поскольку везде расстояние равное. Наверное, просто это сделано для того, чтобы удобнее было держать телефон в руке. И действительно, держать его в руке достаточно удобно. Найти динамик телефона на одной из граней будет невозможно. Динамик находится на задней стенке под надписью SPACE. Возможно, это не очень удачное решение, но тем не менее у него есть свои плюсы. По крайней мере, в данном случае он находится на месте скругления, поэтому, когда телефон лежит на столе, звучит он чуть громче. Дисплей тут, конечно, IPS, но в последнее время их делают достаточно хорошо даже на бюджетных моделях. Прикрыт он стеклом с 2,5D-скруглением, который не чувствуется, а скорее видится. Блики, которые на нем видны, смотрятся достаточно красиво. Пленочка уже с завода приклеена на экран, если это, конечно, кому-то интересно. Естественно, претензий к углам обзора нет, а сделан экран по технологии OnSell. Жаль, что разрешение только HD. За аналогичные деньги можно найти смартфоны с Full HD-экранами, но для 5,2 дюйма этого достаточно. Зато нагрузка на процессор снижается. Процессор здесь установлен в меру стандартный MediaTek MT6753. Это 28-нанометровый процессор с частотой 1,3 ГГц. Конечно, есть его противники, которые говорят, что это плохой процессор, но тем не менее это достаточно неплохая рабочая лошадка, которая устанавливается во многие смартфоны. Кстати, он устанавливается в более дорогие модели, например, Meizu M2 Note, который стоит дороже даже при меньшем объеме памяти встроенной. Этот, в принципе, процессор способен работать и с Full HD-экранами, но в данном случае ему не дали такой возможности, поскольку, как я и говорил, здесь установлен обычный HD-экран. Если меньшее разрешение и повлияет в данном случае на продолжительность жизни телефона, то тогда оно сделало свое дело. Аккумулятор BQ Space имеет емкость 4000 мАч. Конечно, написать можно что угодно, но нельзя не отметить тот факт, что работает он долго. В режиме ожиданий энергии тратится столько, что телефон теряет минимум энергии. Если его активно использовать, то к концу дня можно сохранить до 40-45% заряда. Учитывая не самый высокий уровень смартфона, наверное, наивно рассчитывать на то, что крутые современные игры будут идти на нем с максимальной частотой кадров. Этого не произошло. Есть небольшие проседания по частоте кадров в самых крутых играх, но большинство обычных игр идут в принципе нормально. Проблемы это не вызывает и подтормаживаний нет, как собственно и троттлинга при прогреве телефона. Кстати, прогреть телефон удалось до 40 градусов при интенсивном игровом процессе. Нельзя не отметить, что в BQ Space установлен практически голый Android, который позволяет смартфону работать хоть чуть-чуть, но быстрее. Также расскажу про наэкранные клавиши, которые находятся в нижней части экрана, и к которым мы все привыкли, что отвечают за навигацию по устройству. Если зайти в настройки и выбрать пункт, который называется панель управления, можно их назначать по-другому, либо чтобы клавиша была назад с левой стороны, либо чтобы она была с правой стороны. Есть два варианта. Также их можно вообще отключить. В этом случае функцию навигации по меню будет выполнять средние клавиши, которые находятся под экраном. Короткое нажатие, точнее даже касание клавиши будет означать возврат назад, сильное полное нажатие будет означать выход в главное меню, а двойное нажатие будет означать вызов многозадачности. В эту же клавишу встроен сканер отпечатка пальцев, который работает достаточно быстро, и включается телефон, если он выключен простым припосновением к этой клавише. Если аккумулятор, сканер отпечатка пальцев и процессор можно назвать сильной стороной этого смартфона, то камера к ним явно не относится. Да, мы имеем здесь основную 16-мегапиксельную и фронтальную 13-мегапиксельную камеры, но для этого нужен еще нормальный софт, который будет нормально обрабатывать изображение и нормально позволять работать с приложением камеры. Ну вот, например, я сейчас запущу камеру и направлю ее на вот этот объект. На этой сцене видно, что если двигать камеру, то изображение в видоискателе дергается, что неприятно. А если в конце концов все-таки сделать фотографию и посмотреть ее, то видно, что в некоторых объектах, например, вот на этой ветке, не хватает детализации и слишком большое количество шумов. Но, с другой стороны, это слишком сильное увеличение. Светосилий камере тоже не сказать, что хватает, что и проявляется на снимках, сделанных при слабом освещении. Вот примеры снимков, сделанных при не очень ярком освещении у нас в студии. В целом, если не ставить задачи этого смартфона увеличение фотографий, которые на него сделаны, то снимает он достаточно неплохо. При нормальных условиях освещения фотографии получаются качественными, сочными, с нормальной цветопередачей и, в общем, достаточно неплохими. Конечно, есть небольшие проблемы, когда ты снимаешь небо и тень одновременно, и в этом случае получается недостаточная контрастность. Но, все равно, снимки получаются достаточно хорошие. Ну, так скажем, по пятибалльной шкале, где 5 – это идеальная камера, а 1 – это камера Samsung Yang, я бы поставил этому смартфону 4 балла. Вот какие фотографии на него получаются. Кроме этого, в камере предусмотрено немало настроек и фильтров. Вот, например, некоторые из них. Если выдвинуть ползунок слева и посмотреть, что здесь есть, здесь есть куча фильтров, то есть здесь их 9 получается. Это мел на черной доске, негатив, пастеризация, монохром и так далее. Но почему-то очень нелогично. Стандартный режим расположен справа сверху, хотя обычно он расположен в середине. Ладно, выбираем обычный режим. Кроме этого, есть ночной режим, есть различные улучшалки цвета лица, кожи и так далее. Есть обычный стандартный режим. Кроме этого, можно включить HDR. Но здесь интересная вещь. Если HDR включить, то изображение в камере перестает дергаться. Это то, о чем я рассказывал чуть раньше. Возможно, глюк, возможно, исправят в следующих прошивках, но пока это так. Ладно, отключаем его. Здесь же настраивается вспышка, разворот на селфи-камеру. И есть отдельный пункт настройки, где можно задать много настроек. Например, информацию о местоположении, экспозицию, баланс белого и прочее. Также настройки камеры, где можно включить режим ZSD, стабилизацию, обнаружение лиц и тому подобное. Ну и режим видео, где также можно включить режим электронной стабилизации изображения. Что касается прослушивания музыки через наушники с этим смартфоном, то здесь ничего выдающегося. Не дать, не взять. Все, как в большинстве смартфонов подобного уровня. Качество нормальное, но не выдающееся. Кстати, наушников в комплекте нет. В комплекте есть только кабель microUSB, адаптер питания, инструкции, скидочный купон на 20%, выполненный в виде карточки, изображающей запись в ленте Instagram, и скрепки для извлечения лотка SIM-карты. Громкость динамиков достаточно средняя и составляет порядка 93 дБ в непосредственной близости от устройства и порядка 65 дБ на расстоянии вытянутой руки. В общем, как вы поняли, назвать этот смартфон идеальным вряд ли получится. Но учитывая то, что многие конкуренты стоят дороже, или, допустим, предлагают за те же деньги более слабое железо, хотя, конечно, есть исключения, но в основном картина выглядит именно так, этот телефон является достаточно неплохим. Стоит он, кстати, порядка 11 тысяч, но можно найти и дешевле. Наверное, это самая такая ярко выраженная категория, в которой наибольшая конкуренция, в которой много смартфонов, все конкурируют, между собой пытаются что-то предложить, и от этого выигрывает только конечный потребитель. На самом деле это хорошо. Ну, а на сегодня все. Обзор этого телефона закончен, я все рассказал, что хотел. Смотрите наш канал, подписывайтесь на другие наши каналы, читайте наш сайт, следите за нашими соцсетями. Ну и все. На сегодня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok